Ну что, привет! Это конец недели, и я думаю, настало время поговорить о кино. Как вам, кстати, новинки предыдущей недели? Пиши нам в комментарии на ютуб-канале Химки ТВ, а пока я вам расскажу о свежих и сочных премьерах на любой киноманский вкус. Наши замахнулись на Голливуд в очередной раз. На российские киноэкраны вышел настоящий хоррор. Если честно, посмотрев трейлер, я подумала, что это действительно может выстрелить. Вот, например, одна из сцен. Смотрите сами. Правда, пугающая атмосфера. В общем, кому интересно, фильм называется «Кольская сверхглубокая». Легенда о якобы колодце, ведущем в ад, на Кольской скважине подоражила СССР с конца 80-х почти целое десятилетие. Советские бурильщики тогда установили рекорд, прорыв в самую глубокую скважину в мире. И вот под землей на глубине 12 километров внезапно раздаются звуки, напоминающие дикие человеческие крики. Послушав записи, группа ученых отправляется в разведку на скважину и обнаруживает неведомый ужас, с которым человечество еще не сталкивалось. Нечто вызывает в организме людей жуткие метаморфозы. Те, кто уже посмотрел кино, советуют слабонервным остаться дома. В своей дебютной полнометражной работе режиссер Арсений Сюхин нагоняет клаустрофобского ужаса родом из голливудских картин про панику в замкнутом пространстве, но оставляет нам надежду на самобытную российскую страшилку. Получился хоррор или нет – решать вам. Первые зрители разделились на два лагеря. Одни поют оды постановщикам картины, другие кричат о том, что ничего хуже не видели. Ну вот, кто-то боялся высоты, а теперь будет еще и глубины бояться. Хорошо, хоть историю в конце 90-х разоблачили как смесь первоапрельской шутки и мистификации. Но как идея для сценария, это круто. Алё, мы в кадре. Алёна! А, что? Уже пишем? Да. Ты что-то слушаешь? Да, сейчас. Завтра еще парфотик сделаем? А пацанова, герои? Может, мы завтра выберем все-таки часик, а? Я же уеду. Вы уже поняли, о каком кино идет речь. Премьера фильма «Цой». Правда, режиссер Алексей Учитель, как всегда, с нетривиальным подходом. История не о сцене, музыке и фанатах. 15 августа 90-го года на раскаленной латвийской трассе москвич Виктора Цоя врезался в автобус. Его водитель Павел Шелест всегда был правильным парнем. Не любил крутых поворотов, всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. В аварии кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней. Ты знаешь, как он пел? Ты знаешь, как он пел? Несмотря на то, что родственники Виктора Цоя были против выхода ленты и даже писали жалобы президенту страны, что создатели фильма не получили согласия на использование имени и изображения музыканта, а сама лента малопочтенная, не соответствующая фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, фильм был проверен специалистами и получил прокатное удостоверение. Сам же режиссер ответил, что с большим уважением говорил о музыканте в своей картине. Сочинские шумахеры в деле. Буквально на днях в прокат вышел фильм «Непосредственно Каха» – легкая комедия с горячими краснодарскими парнями. Добрый вечер! Меня непосредственно Каха звать. Софа. Слышь, умный, встанешь на своей стиралке со мной, а? Через неделю, в этом же месте, в это же время. Каха запал на прекрасную Софу, но чтобы подобраться к ее сердцу, ему нужно на своей копейке обогнать новенькую БМВ Руслана и забить на дружбу. Что же выберет Каха – любовь или дружбу? Кто любит не слишком замороченные русские комедии – вэлком за билетами. Если ты можешь без акцента разговаривать, зачем постоянно язык коверкаешь? А иначе в этом городе не выживешь, брат. Сегодня прямо русская подборка, но зато этим фильмом точно можно гордиться. Судя по отзывам, равнодушным картина еще никого не оставила. Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной. Картина рассказывает о подвиге подольских курсантов осенью 1941 года под Москвой. По сюжету учащиеся подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ выдвинуться в район Ильинского рубежа, занять оборону и вместе с 43-й армией не допустить прорыва к столице превосходящих сил немецких захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать врага и на 12 дней становятся преградой на пути к Москве. Инициаторами проекта выступили Вячеслав Фетисов и Игорь Угольников. Что интересно, при написании сценария использовались свидетельства участников событий и растекреченные документы Центрального архива Минобороны РФ. Сергей Безруков согласился на участие в проекте, будучи впечатленным рассказами Угольникова. Перед съемками он также прочитал мемуары Ивана Старчака «С неба в бой». Молодец, Лавров. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. Ну и, конечно, мы не забыли о том, что выходной хочется провести с любимой кружкой кофе, с любимым человеком или с любимым телеканалом. Что посмотреть на Химки ТВ, кроме новостей и программ, сейчас расскажем. Кинолента «Швейцар» 2014 года. Сюжет такой. Он швейцар в респектабельном ресторане, но у него есть и другая, тайная жизнь. Он связан с криминальной группировкой, занимающейся похищением детей богатых родителей. Он никого никогда не убивал, он просто сторож. Как долго он готов сторожить. Сейчас в его квартире заложница, красивая 25-летняя девушка. Заложница и похититель попадают во взаимную зависимость. Она полностью в его власти, он же находит в ней собеседника, которому можно исповедаться. Одевайтесь. Скажите, что мы уйдем вместе. Одевайтесь быстрее. Мы уйдем вместе, оставьте их. Первый пес государства. Фильм Брайана Майкла Столлера из Штатов. Тедди с виду обыкновенный пес, но на самом деле он не простая собака. Он первый пес, то есть питомец президента США, которого глава Белого дома все время берет с собой в поездки. В одной из таких Тедди теряется. Пса находит мальчик Дэнни, считая, что подобрал обычную дворнягу, сбежавшую из питомника. Но вскоре Дэнни выясняет, что у него не простая собака, а пес президента США. Мальчик решает воссоединить питомца и хозяина, только проблема в том, что парню никто не верит. Чтобы помочь своему новому другу, Дэнни решает сбежать из дома и самостоятельно отвезти Тедди в Белый дом. Ну, это же пес президента Соединенных Штатов, за него положена награда. Мне не нужна награда. Тогда какого черта ты все это делаешь, а? Потому что это правильно. В эти выходные на нашем канале французская кинолента «Хочу как Бриджит». Жозефине почти 30 и у нее проблема – фигура, которая, по ее мнению, является главной причиной отсутствия личной жизни. Девушка отчаянно пытается бороться алипосакциями, антицеллюлитными мочалками, но все тщетно. Единственным утешением является то, что она живет с Брэдом Питтом. Именно так зовут ее кота. Но последней каплей станет известие о том, что ее сестра выходит замуж. Я выхожу замуж. Не в силах смириться с тем, что все вокруг нашли себе половинок, Жозефина придумывает себе роман с бразильским хирургом, к которому она якобы улетает за океан. И эта маленькая легенда превращает ее жизнь в большое приключение со счастливым концом. Не плачь, ты сделала правильный выбор. Знаю. Все было так идеально. Ужасно, что я так ошиблась. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Российских новинок «Смотри не хочу». Идите в кино. Надеюсь, вам будет интересно. Всем пока и берегите себя. Носите маски и перчатки. Субтитры сделал DimaTorzok